приветствую вас на канале j on the way сегодня мы рассмотрим мод для city car driving это автомобиль бмв м4 версии f82 я думал что он у меня есть уже в обзорах но как оказалось он у меня есть но для игры евротрак симулятор да много я модов тестирую могу элементарно запутаться тем более у бмв там очень много вот этих под моделей схожие название и так давайте посмотрим на его характеристики как мы видим задний привод у нас у данного автомобиля по коробкам передач можно ставить как механику то есть в стоке идет механика на 6 передач и также можно установить автомат автомат на 7 передач здесь ставим галочку и есть автомат я ставлю галочку потому что нужно тестировать автомат частенько попадаются моды которые на автомате у них идет ограничение по скорости нужно это конечно же проверить что мог по максимальной мощности двигателя 431 лошадиная сила и максимальная скорость 250 километров в час время разгона до сотни 4 3 секунды все видно в характеристиках просто их озвучил как мы видим у нас есть превьюшка и можно менять цвет нашей машины давайте посмотрим какие есть цвета вот один из цветов просто пропал так давайте выберем какой-то цвет который мы еще не ставили вот такой голубенький как мы видим прицеп не поддерживается здесь можно поставить левый руль не понимаю зачем это ну в принципе все по настройкам мы все рассмотрели давайте глянем на наш автомобиль уже в игре и вот такая вот красота встречает нас в игре сразу что мне бросилось глаза посмотрите у нас здесь спойлер на превьюшки его не было и плюс не было вот вот этой вот оранжевой полосы ну для сравнения сейчас я покажу вам превьюшку вот так выглядит на превьюшки и вот так вот выглядит он в игре давайте посмотрим друг с других видов данную машинку вид подальше вот так вот видно уже полностью наш спойлер ну неплохой такой доп ну может кому-то он не надо был но пускай будет со спойлером машинка довольно таки быстро давайте посмотрим что у нас в салоне вид заднего сидения вид с пассажирского сидения и вид с водительской стороны давайте рассмотрим какие у нас тут материалы видим что достаточно качественная обшивка очень приятные материалы сидушек обшивка приборной панели все очень классно смотрится единственное что сразу бросается в глаза посмотрите насколько тусклые у нас сами приборчики очень плохо видны наши показатели спидометра например довольно таки тускловатый в таких случаях решает то что автор включает постоянную подсветку наших приборов тогда это нас не слепит просто стоит они более читаем и так ну давайте уже еще я хотел что сделать это поправить вид потому что зеркало и так плохо видно давайте попробуем отцентровать камеру и отцентровать руль по отношению нашей приборки так будет намного приятней смотреться все не главное симметрично следующее что мы делаем это запускаем двигатель и слушаем звук вот такой вот звук запуска у нас пробуем поворотнички стрелочки так довольно таки большие и хорошо видно звук есть сигнал вот такой вот у нас звук сигнала заметьте что на мультимедийном экране у нас высвечивается только буква м заявлено было что есть камера заднего вида но я ее работоспособность не смог увидеть буква м как стоит на этом экранчике так и остается к сожалению конечно хотелось бы увидеть здесь камеру заднего вида ну принципе мы можем прямо сейчас проверить давайте пристегнемся с ним снимемся с ручника и включим заднюю передачу и попробуем сдать назад видим что на экране ничего не происходит возвращаемся на автомат принципе я могу мог бы и не возвращаться но ведь нам ведь все равно нужно будет выворачивать здесь следующее что мы проверим давайте проверим работу дождя включаем дождик пошел у нас дождик ну видите что капли дождя у нас попадают салон на приборке отчетливо это видно на приборке и также на мультимедийном экране хотя вот по салону вот посмотреть нет вот видите капли пошли дырявая у нас к сожалению крыша так что имейте это в виду если вдруг захотите в дождь ездить к слову первый раз такое встречаю в модах давайте посмотрим что с дворниками заметьте что капель дождя у нас большей части лобового окна нету у нас капель капли только вверху и дворники соответственно ничего не стирают так что с дождем это машинка этот автомобиль к сожалению не справляется можно можем смело выключать дворники они абсолютно бесполезны все их запарковал видите что капель не появляется капли только в самом верху теперь давайте включим нож ночь посмотрим что у нас освещение и так довольно таки темно мультимедийный экран не не светится у нас абсолютно то есть мы видим только несколько кнопок на руле и все очень очень даже темно никаких часиков ничего не светится включаем подсветку и видим что у нас белым цветом остальные кнопочки загораются стало хорошо видно наш нашу приборку но заметьте что очень очень темно в машине мы стоим далеко от фонаря и очень темно руля совершенно не видно видно приборы но какое положение руля вообще не видно тут достаточно не хватает света включаем дальний теперь вот так вот светит у нас дальний теперь давайте посмотрим как все это выглядит снаружи посмотрим на фарочки нашего автомобиля ну достаточно темное такое место если бы не вот эта оранжевая полоса внизу я пью не видел бы эту машину еще значок светится немножко фарки светят достаточно ярко ну на них какие-то вот тут эти черные штуки я не знаю что они означают ну смотрится не очень хорошо смотрим что у нас поворотниками поворотники видим в виде таких четырех полосочек реализовано дублирующих поворотников нету сзади очень хороши видны видно поворотники и вот такие вот достаточно видимые стопы у нас возвращаемся в наш салончик так пассажирская водительская ну них ничего не видно ну очень очень темно так так включим сейчас день и попытаемся на ней проехаться как видим что когда подсветка у нас выключена то достаточно темно так что я вам рекомендую если ездить это включайте главный свет и у вас будут хотя бы видны циферки в стоке вот так вот у нас видим как как бледно все выглядит давайте включим все-таки подсветочку так мы уже пристегнуты снимаемся с ручничка включаем заднюю нам нужно вырулить давайте посмотрим по зеркалам все нормально есть небольшой запасик у нас достаточно шустро шустро она назад откатилась давайте вперед теперь попробуем так нам нужно наверное направо будем тестировать разгон и торможение данного автомобиля так так трафик у меня отключен но я по привычке посмотрел все-таки на лево так выходим напрямую прям вот так вот по центру и пошуруем так поворотник можно отключать и так тестируем еще немножечко выровняюсь тестируем разгон до сотни и торможение отцентрируем камеру чтоб все хорошо видно было и поехали видим что ее ведет при 50 километрах уже встречался встречал я такое в каком-то из модов давайте еще раз попробуем ну давайте будем плавно разгоняться хорошо видим что при плавном разгоне уже все окей тормозной путь 74 тут у нас довольно таки шумно давайте немножко отъеду сюда напрямую выйдем мы разогнались до 160 давайте еще раз попробуем разгон вот так вот у нас начинает разворачивать при 60 это если если газ в пол выравниваемся давайте попробуем оттормозиться с сотни так переключаясь обратно на автомат ну я проверял то же самое у нас и на механике это от коробки передач не зависит совершенно ну давайте будем плавно разгоняться нам нужно сотня и сколько сотни будет тормозить 33 метра ну я бы сказал что довольно таки средненький средненький у нас показатель по тормозам разгон вы сами видели разгоняется довольно таки быстро но если вы сразу же газ в пол нажмете то вас просто напросто развернет разгоняться нужно плавно при этом всем при этом всем тогда смысл вот это хороший такой динамики разгона теряется и так давайте здесь при паркуемся поставлю на ручничок и давайте подведем и так итоги по данному моду по интерьеру мне абсолютно все понравилось кроме и и давайте подведем итоги по данному моду мне интерьер в принципе понравился по материалам но мне не понравилось довольно таки тусклая приборная панель мультимедийный экран который ничего кроме буквочки м ничего не показывает это показывать серии это логотип этой серии автомобилей хотелось бы там какое-то изображение карту хоть что-то чтоб там показывала кроме этой буквы м и также он не светится этот мультимедийный экран и вы увидели что если нет фонаря очень очень даже темно в машине что касается подсветки то хотелось бы конечно бы чтобы авторы включили ее на постоянку потому что довольно таки в некоторых местах довольно таки тускло смотрятся наши датчики и прочитать очень даже сложно так что реклы рекомендую главный свет включать чтобы хотя бы было что-то видно так следующее что у нас по по нашим экстрам по экстрам ничего нету по внешке выглядит автомобиль замечательно как вы видите очень классно смотрится у нас уже почему-то установили спойлер хотя он не входит в экстры все включено в данный автомобиль покраска поддерживаются описание нормально за внешку я ставлю пятерку выглядит очень даже привлекательно что касается динамики разгона вы сами видели что при быстром разгоне до 60 автомобиль начинает разворачивать то есть сразу со старта быстро загнаться до сотник ну как заявлено сколько там 4 секунды у вас не получится просто потому что вас просто поперек дороги поставит нужно разгоняться поступательно тогда мы можем и 160 набрать машину не ведет под конец давайте проверим перевозки доступны ли пассажирские перевозки да они доступны и грузоперевозки также доступны все с этим хорошо в целом автомобильчик прикольный с виду хорошим интерьером но мы увидели что есть проблемы у нас стеклоочистителями их конечно хотелось бы чтобы они работали дочь некорректно попадает у нас на на окна вот такой вот у нас автомобильчик bmw m4 f82 спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео до новых встреч